доброе доброе утро друзья у нас пасмурно ветрено вот таким утром провожает меня наш бульвар мою поездку сегодня мы будем делать оставшиеся организационные дела что-то докупать укомплектовать наш багаж еще кое что-то купить и потом вечером мы загрузимся в машину поедем на дачу мы это кто я и мои собачки и все из уже собачки оставлю володе из дачи володя отвезет меня в аэропорт я лечу в литву наташа до встречи на литовской земле пока друзья а Друзья, у них сухо. Привет. Я в литовском тактике. У них страшное такое море, да, Марина? Мои записки будут носить характер таких вот путевых заметок, потому что у нас все будет бегом. Меня встретила Наташа. Наташа, привет. Ничего я не успела нас снять. Потом и мы в такси, едем в отель Панорама. На двух самолетах украинских авиалий я добралась до Вильниса. Очень хорошо, без приключений, все четко, удобно. Прямого нет. Прямого нет. Через Киев встретил меня отличной погодой. Тепло, воздух чистый, промытая свежая зелень. Вот мы с Наташей. Наташа меня встретила с цветами. Короче, гостиница в 12 часов выселяет поселенцев и в 2 часа заселяет. Мы оставили мои вещи и отправились гулять. Неплохо было бы перекусить, потому что украинские авиалинии не кормят. Хорошо, что я запаслась своим прекрасным термосиком и туда, значит, насыпала кофе. А в Киеве попросила в кафе налить кипяточек. Как бы мы сейчас не планировали, пойдем туда, пойдем сюда, но ноги нас сами ведут в кафе. Смотрите, какой симпатичный дом. Это здание рынка. Наташа говорит, какой-то потрясающий рынок, потрясающий. Ну, нормальный, не потрясающий. А сейчас давайте заглянем туда, просто послушаем. Не работает. А, не работает? Сегодня он по неделям не работает. А, так с 7, вот до 6. Понятно. Представляете, у рынка есть выходной. Обалдеть. Вот расписание работы рынка. Старинный городок. Как будто я попала в зазеркалье. Зазеркалье. Здравствуйте, голуби. Литовские голуби. И маленький литовский воробь. Крошечка. Это маленький ларет. Базар закрыт, но это ничего. Цены я не знаю, пока ничего не понимаю. Все цены в евро. Вот меня привлекли лисички. Гляньте, какие лисички. Тут уже идут. Это маленький лисички. 5 лисички. О, получи то, как мне линески? 3 лисички. Это брюшника. А это черника, да? Да, это черника. У нас есть. Я купила яблоко, вот оно. Очень вкусный сорт. Сочный и сладкий и ароматный. И я уже его ем. Куда шли кафе? Кафе называется как? Литовская. Очень литовская кухня, короче. Добрый день. Здравствуйте. Я здесь работаю. Моя подруга. Да, закрыта сегодня. А, как плохо. Закрыта. Вот эти цепелины, это национальное... Одно из интересных национальных блюд. Вот эта женщина, которая ко мне обратилась, она работает в этом кафе. И она нас пригласила в другое кафе. Потому что сегодня понедельник, а почему-то люди не должны ходить на базар и перекусывать. Заходим сюда. Мы заказали цепелин. Обычная порция... А с пылью будет не вкусной. Сейчас. Вот такова учитель оператора. Обычная порция цепелина состоит из двух цепелинов. Потом я вам расскажу, из чего они готовятся. Но так как порция большая, мы встречались с Наташей. Вы Наташей ловко уже орудует. Мы решили взять ее пополам. По цепелину, в каждую. Ясно. Мощеная мостовая. Так, вот белая. Вот эта вся дорожка? Вот эта вся центральная дорожка для велосипедистов. Им отведена центральная часть. Им отведена центральная часть на тротуаре. Пешеходы идут по краям этой дорожки. Вот ворота. Святые ворота. Ход в старые горы. Вот красота. А эта икона чудодейственная. Остробрамская Божья Матерь. Много чудес произошло, когда люди просили о своих нуждах. И рядом с ее ликом находится большой-большой лук. Большая стена, на которой серебряные таблички с благодарностью людей, у которых сбылась их просьба. А это монастырь. Заходим внутрь этого собора. Я даже не знаю, можно ли здесь снимать. Такая красота. Я, пожалуй, ничего не буду говорить. Ради одного этого собора стоит приехать в Вильнюс. Давайте. Погода. Не жарко. Но для местных жителей жарковато. Впереди слева по курсу здание филармонии. Машин почти нет. Народа тоже мало. Тихо. А этот... Нет, я не имею. Я все забрала расскажу. И кратный вот такой портал. Это вход в университет. А что интересно... В одно издание. В одно издание университет я читала. В записях одного блогера. Если в Вильнюсе вы не знаете, куда пойти, ныряйте в первую попавшуюся скулскую улицу и идите. И вы попадете в волшебный, затерявшийся в стремлении. Очень много кафешек с кофе и пирожными. Но я знаю, что пирожные нужно кушать исключительно на голодный желудок, чтобы полностью прочувствовать его вкус. Поэтому мы решили продолжить наш путь к Ратушной площади и дождаться, когда же мы дойдем до нужной кондиции, чтобы насладиться кофе и выпечкой. Друзья, вид у меня, конечно, после двух перелетов не очень, но я думаю, что вы видите, как мне нравится. Собор Святого Казимира. Посмотрите. Здесь часто бывают концы. А вот и Ратушная площадь. Здание Ратуши. Здесь в центре площади зимой на Крисмас стоит большая-пребольшая ёлка. Сейчас будем переходить дорогу. Смотрите, какое необычное небо. Какие необыкновенные облака. Какое небо. И вот мы подошли к церкви Николая Чудотворца. Мы движемся в совершенно необыкновенный район Вильнюса, который называется Ужупис. Это практически независимая республика, в которой живут представители богемы. Раньше это был район для каких-то несостоявшихся людей, даже иногда сомнительного времяпрепровождения. Но со временем район стал престижным и одним из достопримечательностей. Стал одной из достопримечательностей Вильнюса. Это настоящая независимая республика со своим уставом, со своими пунктами, на что имеет право человек и животное. Птицы имеют право летать в теплые края. Человек имеет право лениться. А кошки имеют право на любовь. За углом неожиданная красота. Да, недаром Вильнюс называют вторым Иерусалимом. Вот это движение называется сильным движением. Приближаемся к Ужупису. Мост через реку Вилья. Замочки, скрепляющие семейное счастье. Вот так можно прокатиться. Классные качели. Классные качели. Когда залезешь на них, уже вымокнешь. Здорово. Но мы с Наташей не будем рисковать лезть сюда в воду. Классно? А вот и символ у Жуписа. Ангел, играющий на горне. Улицы безлюдные. Но все кафешки просто забиты. Этот район теперь считается очень престижным, очень дорогим районом. Купить здесь квартиру – это целое состояние. А вот мы видим манифест республики Ужупис. Сейчас мы найдём на русском языке. Я вам почитаю, что мы можем, а что мы не можем. И на что имеем право. Посмотрите. Обалдеть. Каждый имеет право лениться или ничего не делать. Каждый имеет право любить и опекать кошку. И каждый имеет право заботиться о собаке до конца дней одного из них. А кошка не обязана любить своего хозяина. Но в трудную минуту обязана прийти ему на помощь. А собака имеет право быть собакой. И вот такие интересные, интересные. Сейчас я сама внимательно всё почитаю. Стойте. заповеди. Не побеждай. Не защищайся. Не сдавайся. Каждый имеет право любить и каждый имеет право быть нелюбимым. Но это не обязательно. Это очень важно. Каждый имеет право осознавать свою ничтожность. Представляете? Для меня очень важно. Каждый имеет право ничего не понимать. Каждый имеет право не иметь никаких прав. А вот вообще гениально. Всё. Прелесть. Как мне нравятся эти правы. Я бы с удовольствием стала жителем Ужуписа. Нет. А вы думаете, они что держатся? Переклад. Т Twilight в хорошем форме, если я неню Ужуписа-махаа, или нет л А Wijс Рац angрrying